Игорь Чаренко, политолог, председатель Центра анализа и стратегии. С нами на связи Игорь, приветствуем вас. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Игорь, действительно, ну и заявлений много, и на самом деле можно этот саммит НАТО анализировать, да, вот по ступенькам, анализировать очень много и очень важного. Ну и констатируем, что не только президент США на сегодняшний день не видит все-таки смысла сейчас вести переговоры с Путином. Нам об этом говорит и президент Украины Владимир Зеленский, и официальный Киев, что на самом деле сегодня действительно нет необходимых факторов, которые бы позволили Украине, да, садиться за стол переговоры. Это все-таки в первую очередь, и об этом стоит говорить, это не вывод российских хвост территории Украины, мы это прекрасно понимаем. Но все же, давайте еще раз мы все-таки расставим акценты. Игорь, в какой момент, да, Украина сядет за стол переговоров? Я вот так вот коротко вам адресую вопрос, но если мы говорим по факторам, по факторам, которые будут способствовать тому, что Украина может садиться за стол переговоров? Украина де-факто за столом переговоров с момента оглашения украинского мирного плана президента Зеленского еще в ноябре 22-го года. То есть, если очертить именно хронологию нынешней войны, то нет более заинтересованной стороны в мире, нежели Украина. И мы действительно положили столько времени на мирный трек, сколько ни наши посредники, ни, очевидно, ни страна-агрессор. Российская Федерация использует вопрос мира исключительно для нескольких целей. Первое – это задержать западную военную поддержку, что им перманентно удавалось определенные этапы. Но, тем не менее, мы сейчас видим, что союзники с нами и, наоборот, есть даже укрепление и на нормативном уровне, то, что мы видим сейчас касательно подписания Ukraine Compact, и на фактическом уровне, потому что постепенно мы получаем разрешение бить по российским военным объектам в глубине территории страны-агрессора. Сама Российская Федерация не сделала ни одного шага для того, чтобы приблизиться к реальным, справедливым, мирным переговорам. Все, что мы слышим сегодня – это упреки Киеву, что якобы Киев не хочет садиться за стол переговоров, но в то же время именно столицу Украины обстреливают ракетами. Помним ситуацию с Ахмадетом. Именно поэтому началось новое наступление на Харьков, которое было успешно отражено украинскими силами обороны. Именно поэтому мы сейчас видим угрозы со стороны Захаровой подорвать Киевскую и Каневскую ГЕС. И все это на самом деле является элементами одного пазла. Российская Федерация не хочет, абсолютно не заинтересована в проведении мирных переговоров. Им необходимо лишь одно – капитуляция Украины с последующей аннексией наших территорий. И, очевидно, на это и есть расчет. То есть война, которая может быть растянута во времени, как это планирует Российская Федерация, что за этот период западная поддержка Украины может ослабнуть. И мы должны показать совершенно обратное вместе с нашими партнерами. И, в принципе, и те решения, которые были приняты во время саммита НАТО касательно и 40 миллиардов евро на следующий год поддержки, как раз и есть необходимая подушка безопасности, которая показывает Путину, что оборона будет происходить и дальше. Наше задание сейчас – усилить фактор, который поможет привести Украину к победе. Во многих масс-медиа после саммита в Швейцарии прозвучала такая мысль, что крути не крути, но в итоге садиться за стол переговоров с Россией придется. О чем говорил и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, что он допустил участие России во втором саммите мира. Вот каким вам видится формат участия России, каким вам видится принуждение России к этим переговорам на втором саммите мира? Ну, целиком очевидно, что на самом деле в данном вопросе, ну, во-первых, необходимо увидеть все-таки желание самой Российской Федерации, ну, как минимум по трем пунктам в коммунике глобального саммита мира. Мы видели вопрос, соответственно, ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарный блок, соответственно, это обмен всех на всех. Российская Федерация могла бы показать заинтересованность в решении хотя бы данных трех вопросов для того, чтобы действительно продолжить дальнейшую коммуникацию уже и с привлечением в рамках второго саммита мира. Это может быть непосредственное участие, это может быть участие через сторону посредника, ну, очевидно, например, Китай тот же самый, например, Турция. Ну, плюс до второго саммита мира, мы помним, еще президент Зеленский заявлял о возможности создания формата на основе договоренности о зерновом коридоре, когда все-таки мы имеем... Украина и Россия не садятся вместе за непосредственно стол переговоров, но есть ряд стран, ряд участников, которые смогут гарантировать выполнение взятых на себя обязательств как одной, так и второй стороной. Но, как мы слышали уже из заявления Путина в рамках саммита ШОС, что на самом деле Путин не заинтересован сегодня в посредниках. И опять-таки это очередное доказательство, что Российская Федерация не имеет сегодня настроя действительно садиться за стол переговоров в разных функционирующих форматах. Но, тем не менее, я думаю, что Украина вместе с партнерами будет работать над этим, и Российскую Федерацию... Ну, я думаю, разными стимулами придется все-таки садить за стол переговоров. Ну, и очевидно, что и ослабление позиции Российской Федерации непосредственно на поле боя все-таки действительно стимулирует Путина для более адекватной реакции на мирные переговоры. По ситуации на поле боя, ну, как известно, да, чтобы выходить на переговоры, страна должна иметь сильную позицию. Так вот, можем ли мы предположить, что все-таки усилия Украины, усилия президента Зеленского все-таки увенчаются успехом, и Соединенные Штаты, Великобритания таки дадут возможность Украине с позиции силы, с позиции сильной позиции на поле боя, я имею в виду разрешение на дальние удары вглубь России своим западным оружием, но вот получить Украине такую вот сильную позицию? Хотелось бы действительно, чтобы это случилось как можно скорее, ведь именно те же самые Соединенные Штаты с самого начала говорили, что организация мирных переговоров в составе подготовительной работы должно быть укрепление позиции Украины. И, собственно, действительно, удары по российской военной инфраструктуре не просто в тыловой части РФ, но и на соответствующем расстоянии, где находится и дислоцируется российская тактическая авиация, которая является платформой для запусков управляемых авиационных бомб, конечно же, это не только бы усилило позицию Украины, если бы мы могли атаковать, соответственно, британским, французским, американским вооружением на территории 200 плюс километров от нашей границы, но это бы и продолжало спасать сотни тысячи, десятки тысяч жизней украинских граждан непосредственно сейчас, поскольку мы видим, что, наоборот, кремлевский режим не отказывается от дальнейших планов по инвазии, он находит все новые изощренные методы атак как наших военных, так и непосредственно наши громады, наши города, села, поэтому в данном случае достижение лучших условий использования западного вооружения именно непосредственно на территории Российской Федерации для нейтрализации российских военных объектов, конечно же, это сейчас в приоритете, и это абсолютно ложится в логику стратегической политики по поддержке Украины. Игорь, я хочу вас спросить, но перед этим напомнить нашим зрителям, что первая такая встреча Путина и Байдена произошла в июне 2021 года, ну где-то за полгода, да, до полномасштабного вторжения. Это была первая встреча, прошла она тогда в Женеве, были две пресс-конференции, итог такой, ну вот Путин тогда сказал, что эта встреча была конструктивная, определенные вопросы обсуждались, Байден также тогда сказал, что действительно некоторые вопросы, там даже эксперты, если помните, очень много обсуждали, потому что якобы вопрос кибербезопасности и сотрудничества в этом вопросе было озвучено, хотя очень многие скептически, в особенности, вспоминая предыдущий опыт, как Российская Федерация действовала в вопросе и втручание, забыла на русском языке, прошу прощения, вмешательство в выборы президента США и так далее. Но, понятное дело, Путину тогда эта встреча нужна была для того, чтобы себя легимитизировать, это было понятно. А вот сейчас, все-таки, когда говорим о переговорах и о встрече Байдена и Путина, она не приведет, в первую очередь, к тому, что риск такой встречи, понятное дело, что абсолютно понятное заявление Байдена, но если все-таки будут разговоры об этом, и, возможно, такое общение такое, даже телефонное может произойти, оно к чему может привести в итоге? Ну, опять-таки, все зависит от наполнения данного разговора, ведь вот мы помним во время этой встречи в Женеве, помните, когда спрашивали, а насчет Украины, как обсуждали, что тогда Путин ответил? Там мазками, там жирными мазками прошлись и все, и пошли дальше по другим вопросам. Хотя, ну, понятное дело, что это была одна из основных тем. Ну, я думаю, что действительно сейчас крайне важно все-таки, во-первых, продолжать политику изоляции кремлевского режима, и поэтому контакты с лидерами государств, особенно с лидером такого государства, как мирового полицейского Соединенных Штатов, конечно же, может проходить, но уровень этой коммуникации должен быть не на уровне, я абсолютно с вами согласен, чтобы не легитимизировать, соответственно, кремлевские преступления сейчас, поскольку любой контакт на международной арене, любое появление Путина, там на разных международных, региональных площадках, Кремль используют для того, чтобы отбелить непосредственно кровавую политику кремлевского диктатора и, ну, и, в общем, Российской Федерации. Поэтому в данном случае, я думаю, что коммуникация, она будет полезна, но коммуникация должна быть полезна при должной дополнительной превентивной подготовке, то есть должна быть соответствующая коммуникация с Украиной. И мы должны поддерживать полностью политику, что не может быть никаких договоренностей про Украину без Украины. То есть этот момент крайне важен. Чего добивается Путин? Путин добивается большого соглашения, как он считает, с большими странами, с теми же самыми Соединенными Штатами, но собирается смотреть на Украину исключительно как на объект. Для нас главное сохранить субъектность. Даже если такая коммуникация в будущем будет происходить, конечно же, перед этим должна быть соответствующая подготовительная работа с украинской стороной, и где, соответственно, президент Соединенных Штатов будет озвучивать, в том числе, и позицию Украины в этих вопросах. Игорь, спасибо за ваши комментарии. Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегии, был на связи с нашей студией. Субтитры подогнал «Симон»